Здравствуйте, друзья! Мы много говорим с вами о том, до какого полуразрушенного нищенского состояния довели так называемые борцы с фашистами и освободители русскоязычного населения Донбасса этот украинский регион. Но одно дело это, знаете, эмоции, какие-то цитаты, видео, фотографии из интернета, а другое дело голые цифры. И вот сегодня я бы хотел поговорить о том, что сделали с экономикой Донбасса вот эти вот российские освободители и профессиональные новороссы просто сухим языком цифр. Только факты, никаких эмоций, никаких эмоциональных цитат, ничего. Просто давайте посчитаем мы о калькуляторе, грубо говоря. У нас, к сожалению, нет какой-то, знаете ли, объективной статистики о том, что происходит с экономикой неподконтрольных Украине районов Донбасса. У нас есть только те данные, которые нам предоставляет группировка ДНР. Они публикуют свою официальную статистику. Понятно, что они могут ее завышать, как-то манипулировать цифрами, но никаких других данных у нас в той территории нет, поэтому бог с ним. Давайте возьмем на веру ту информацию, которую нам сегодня предлагает ДНР. Итак, открываем сайт ДНРовский, это Донецкое агентство новостей, и посмотрим, что же они публикуют. А здесь на их сайте недавно, в конце августа, вышла публикация, которая нам рассказывала об объемах экспорта из ДНР. Да, вот это самое ДНР еще даже что-то экспортирует. Ну вот, читаем. ДНР экспортировала в первом полугодии промпродукцию в страны Европы и Азии на сумму почти 19 миллиардов рублей. То есть, смотрите, да, они гордятся этой цифрой настолько, что даже выносят ее в заголовок 19 миллиардов российских рублей. Читаем текст сообщения теперь. Общая стоимость экспортированной в первом полугодии промышленной продукции ДНР составила около 19 миллиардов рублей. Об этом сегодня Донецкому агентству новостей сообщили в Министерстве промышленности и торговли страны. То есть, это официальная инфа от так называемого министерства. За первое полугодие 2020 года промышленными предприятиями республики экспортирована продукции, ну вот тут 802 тысячи тонн, это, я думаю, не важно. Но главное, вот, на сумму 18 миллиардов 776 миллионов российских рублей сказано в сообщении. Уточняется, что основным торговым партнером выступает Россия, куда экспортировано почти 90% продукции. Также реализация промтоваров осуществлялась для потребителей из ЛНР, Казахстана, Польши, Белоруссии и Латвии. Давайте самое главное, тут запомним цифру. Цифра 19 миллиардов российских рублей, которая указана в этой статье. Для удобства можно перевести ее в доллары. Это по нынешнему курсу 250 миллионов долларов. Ну, примерно. Курс колеблется, может быть 249, может быть 251, 252 миллиона. Но в целом я округлил до 250 миллионов долларов. Много это или мало? Что это вообще за цифра? Чтобы это понять, нам нужно сравнить. Давайте сравним показатели процветающей народной Донецкой республики с показателями какого-нибудь украинского региона, сопоставимого по размерам. Ну, они же говорят, что Украина там умирает, вымирает, загибается, Донбасс процветает. Поэтому давайте сравним показатели процветающего, свободного от фашистов Донбасса с показателями страны, как они говорили, 404. Да, Украины больше нет. Возьмем регион, который примерно сопоставим по населению. Ну, по официальным данным, которые дает нам так называемая ДНР, там население сейчас 2 миллиона 200 тысяч человек. Ну, очевидно, эти данные завышены, но они официальные. Поэтому вот возьмем такую цифру и сравним с украинским регионом. А украинский регион можем взять по населению примерно такой же. Давайте возьмем Львовскую область. Все очень интересно, потому что Львовская область там живет 2,5 миллиона человек. То есть она примерно по размеру, по количеству населения официального, наличного, сопоставима. И это же, конечно же, те самые, помните, западенцы, нахлебники, ну, которых просто пропаганда партии регионов и всяких пророссийских сил просто уничтожала. Они писали, что, значит, львовяне там, они живут за счет Донбасса, все сидят на шее у шахтеров, там никто не работает и так далее. Вот мы возьмем вот этих вот западенцев, нахлебников и сравним сейчас показатели этой Львовской области с показателями трудового процветающего Донбасса. Открываем статистику и видим, что за полгода Львовская область экспортировала товаров более чем на 1 миллиард долларов. То есть более чем в 4 раза больше, чем ДНР, где есть на самом деле металлургические заводы, машиностроения, химические комбинаты, шахты, ну и, конечно же, город Донецк, некогда крупнейший промышленный центр, город-миллионник. То есть вот эти вот несчастные западенцы нахлебники, в которых так презрительно плевались, вот эти вот патриоты Донбасса, там, приносчики русского мира и так далее, они, как оказывается, теперь более чем в 4 раза больше производят, чем вся вместе взятая свободная народная республика. Ну, понятное дело, мне могут возразить, ну, камон, мы же все понимаем, что на территории подконтрольной ДНР на самом деле не живет 2 миллиона 200 тысяч человек, оттуда много людей уехали, мы все это понимаем, поэтому некорректно сравнивать эту часть Донецкой области с Львовской областью. Хорошо, давайте тогда сравним вот эту так называемую ДНР, ну, с каким-нибудь таким средненьким аграрным украинским регионом. Например, с Винницкой областью, которая никогда точно не претендовала на звание кормильца всей Украины, какого-то региона доноров, то есть она всегда считалась такой средненькой провинцией. Там, по официальным данным, сегодня проживает 1,6 миллиона человек, и это, наверное, где-то и сопоставимо с реальным населением территории подконтрольной ДНР. Если учитывать, что оттуда сотни тысяч людей уехали, там, наверное, тоже примерно 1,6, может, 1,7 миллиона человек живет. Что ж, давайте тогда сравним показатели вот этой индустриальной части Донецкой области с показателями аграрной Винницкой области. Открываем статистику за первые 6 месяцев 2020 года и видим, что экспорт Винницкой области за это время составил 754 миллиона долларов. То есть все равно даже вот эта вот аграрная Винницкая область в три раза больше экспортировала продукции, чем процветающая Донецкая Народная Республика. То есть после прихода русского мира кормильцы всея Украины превратились в нищие задворки, от которых даже Винница теперь оторвалась на какой-то недостижимый уровень. И понятно, что промышленность Винницкой области будет дальше. Там может быть не очень быстрыми темпами, но все-таки как-то расти, развиваться. А территория подконтрольная ДНР будет только умирать и деградировать опять же по всем понятным причинам, которые мы давно уже разбирали. Туда, конечно же, не придут никакие инвестиции и в нынешнем нелегитимном, непризнанном состоянии эта территория не сможет никогда никакую полноценную экономическую деятельность организовать. Можно еще ради интереса сравнить показатели ДНР с показателями подконтрольной Украине части Донецкой области. Но тогда уж получится совсем грустная картина. для сторонников русского мира. Потому что подконтрольная Украина и Донецкая область экспортировала за полгода товаров на сумму 1 миллиард 850 миллиардов долларов. То есть почти на 2 миллиарда долларов или же в 7 раз больше, чем свободно процветающее ДНР. Продукции из Донецкой области по официальным данным уходит в более чем 100 стран мира. Ну а из Орбло, понятное дело, только в Россию. Кстати, можно сейчас сложить известные нам показатели экспорта как подконтрольной Украине части Донецкой области, так и неподконтрольной. Получить целостную картину экспорта по всей Донецкой области и сравнить это с довоенными показателями региона, чтобы понять, как приход защитников русского языка, сторонников русского мира и все эти референдумы и республики отразились в целом на промышленном потенциале Донецкой области. И если мы сделаем это, если мы сложим показатели ДНР с показателями подконтрольной Украине и Донецкой области и сравним с довоенными показателями, мы увидим совсем уж грустную и печальную картину. Получается, что за 6 месяцев 2020 года всего подконтрольной Украине и подконтрольная ДНР Донецкой области экспортировала продукции на 2 миллиарда 100 миллионов долларов, а в 2013 году за полгода Донецкая область экспортировала продукции на 6 миллиардов 200 миллионов долларов. То есть практически в три раза обвалились объемы экспорта по Донецкой области по сравнению с довоенным периодом. И это на самом деле самый честный и беспристрастный итог прихода российских освободителей и русского мира на Донбасс. Не нужно никаких пространных высокопарных статей, достаточно просто взглянуть на сухие цифры и сразу все станет понятно. То есть в тех регионах, куда российские борцы с фашизмом не дошли, почему-то сегодня промышленность растет, растет экспорт. Пускай не супер-мега какими-то высокими темпами, но тем не менее все-таки происходит какой-то прогресс. В тех же районах, куда Россия дошла, там где она спасла русскоязычное население от бандеранцев, мы видим хаос, крах и тотальный развал промышленности. Даже по одной только Донецкой области это четко видно. Несмотря на то, что линия разграничения разделила Донецкую область примерно на 2 равных части, если судить по количеству населения, то сегодня подконтрольная Украиня часть в 7 раз больше экспортирует продукции. Хотя она не подконтрольная, ведь тоже осталось множество славных в прошлом промышленных центров и крупных промышленных предприятий. Донецк, мегаполис, один из самых богатейших городов Украины. Макеевка, город с 300-тысячным населением, где работал и металлургический завод, и два коксохима. Горловка, крупнейший промышленный центр с населением более 200 тысяч человек. Там был и химкомбинат стирол, и шахты, и коксохимический завод, и машиностроительный. Енакиево, опять же, с его крупнейшим металлургическим заводом, который отправлял всегда продукцию на экспорт. И сегодня все эти промышленные центры, в совокупности, вся эта территория наколядовала продукцию и выпустила только на 250 миллионов долларов. В то время как подконтрольная Украине часть Донецкой области, которая, если верить России, загибается под гнетом проклятых фашистов, почему-то подконтрольная Украине часть Донбасса выпустила на экспорт, отправила в 7 раз больше, вдумайтесь, в 7 раз больше продукции. По-моему, это исчерпывающий диагноз и профессиональным новороссам, и русскому миру, и понятно, уже, наверное, очевидно для всех, что с собой несет Россия. Я ничего не придумывал, мне не нужно ничего сочинять, я взял просто цифры. Причем цифры, в том числе те, которые нам предоставляет сама же группировка ДНР. Поэтому, друзья, попрошу вас, как обычно, поделиться этим видео. Пусть как можно больше людей знают правду о том, что несет с собой Россия в те регионы, куда она приходит. А несет она с собой разруху, крах экономики и тотальное обнищание. Вот пусть люди везде, где только они могут смотреть видео на русском языке, пусть они везде знают, что Россия сотворила с Донбассом и с теми людьми, которых она якобы пришла защищать. Подписывайтесь на мой канал, а если вам нравится то, что я делаю, вы всегда можете его поддержать по тем реквизитам, которые указаны в описании к этому видео.